Всем привет! Если у вас завалялось вот такое вот ведро, то не спешите выбрасывать. Мы можем из него сделать что-нибудь полезное. Просверлим посередине крышки отверстие диаметром под сороковую трубу. Точно такое же отверстие делаем сбоку. Затем вдеваем посреди крышки канализационную трубу длиной ну где-то 20 сантиметров. Соединяем дополнительной трубой, она пойдет как отвод. С краю одеваем такой же уголок, но только в противоположную сторону. И выводим его таким вот образом. Это для циркуляции воздуха в нужном направлении. Теперь можно одеть крышку, но перед этим я добавил воды, где-то пол-литра, чтобы пылесборник был без пыли. Шланг от пылесоса одеваем посредине, ну а дополнительный шланг, он у меня достался от домашнего пылесоса, мы соединяем с краю. Все готово к сборе пыли. Здесь мы попробуем собрать не только пыль, но и крупные кусочки от раствора и штукатурки. КОНЕЦ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Все, пока хватит. Посмотрим, что у нас получилось. Здесь мы видим, в каком направлении шел воздух и как легла пыль. Вода еще немного присутствует. Снизу у нас крупная фракция. А по бокам прилипла вся пыль, вот таким вот равномерным слоем, ну где-то 4-5 миллиметров. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Так, теперь проверим, что у нас с пылесосом. На фильтре пыли нету. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Да и мешок пустой. Пылесос абсолютно чистый. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну что я вам скажу, друзья? Если хотите, чтобы ваш пылесос работал вечно, делайте вот такой вот циклон. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В моем случае он сделан из ведра подшитрока. Оно довольно-таки крепкое и плотное. А у меня на сегодня все. Всем пока. Спасибо за внимание. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА